Сегодня крупным планом в нашем эфире президент компании МЗ-5 Групп, это международный производственный холдинг, специализация производства европейской мебели высшего качества, Андрей Сидоров в гости встречает, Татьяна Ситникова. Всем доброго дня, Андрею персонально. Спасибо. Андрей, скажу откровенно, встреча с вами, даже с тобой, хочется сказать, вызывает определенные ностальжи. Это моя репортерская молодость, конец 20 века, 90-го, вот видишь, уже немало пошагали по земле, да? По-моему, 89-й год, когда заговорили МЗ-5, и когда все мои коллеги, журналисты, репортеры, мы просто мечтали взять интервью таких боевых ребят, как Сидоров и Израилев, из Кирово-Чепецка, дерзкие планы завоевания мира, там вот что-то было такое. Ты вспоминаешь это время? Ведь все так и было, ничего не навралось? У меня такая же реакция, когда я тебя увидел, что почему-то... Так что пусть поймут, что мы на «ты», что мы давно знакомы. Конечно, очень приятно, между прочим, и встреча, когда тебя увидел, сразу откинула в это время. Замечательное, молодое, хотя и сейчас оно... Надеюсь, откинуло по-хорошему. Да, 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 откинуло воспоминания. Многие меня сейчас спрашивают, я даже как-то, знаешь, затруднилась ответить. МЦ-5, это что у нас? Как раньше было? Молодежный центр. Вот сейчас МЗ-5 групп, там, не знаю, международный производственный холдинг. А МЦ-5, что это вот как? Молодежный центр, мебельный центр? Ну, как бы здесь такая вещь, как раз мы с Игорем часто об этом говорим, как это пройти дорожку свою, да, чтобы и сохранить традиции, вот это МЦ-5, и в то же время, ну, не выпасть, условно говоря... Быть в духе времени. Да, да, быть в духе времени. Поэтому был молодежный центр, потом стал мебельный центр, потом уже совместная такая крупная компания. С помощью немцев была построена мебельный сайт, тоже там две буковки МЗ-5 сохранили. Да, да, все равно, да, да, родители. Мебель и время. Вот, а сейчас это уже, конечно, очень крупный. По мебельным маркам холдинг, который там производство, и вертикальной технологии, и студии в Германии, и в Италии, и в России, несколько фабрик, и большое количество брендов. Об этом обязательно поговорим, но все-таки мне хотелось нырнуть в историю, в корне, как все началось. Но понимаешь, интересный момент, вас тогда атаковали вопросами, вы много мечтали покорить мир, сделать крупнейшее, интереснейшее производство, по-крупному заявить о себе, и ведь с таким же желанием шли многие, вот время-то какое было, дыхание перестройки, вот почему, где были эти повороты успеха, почему получилось у вас, а вот как ты считаешь? Я бы даже сказал, получилось больше, наверное, чем мы дерзали тогда мечтать. Даже не думали об этом, что получится, да? Ну да, это и не важно было, мечта нужна просто, да, даже у тех, кто, может быть, свернул или стал поменьше, все равно важна мечта, они нашли свое. Если какие-то рецепты, я их не очень люблю, да, но... Зачастую людям нравится, когда есть рецепты, это первое, это должна быть мечта. Вот какая-то мечта, ведущая тебя, условно говоря, туда, куда тебе хочется. Второе, это, конечно... А как вы, кстати, формулировали свою мечту? Мы формулировали мечту из трех вещей. Что-то сделать такое для людей необыкновенное, получив обратную связь, что их глаза скажут, ну, молодцы. Для себя, естественно, реализоваться, да, вот, могу и не могу, как молодой мальчик, там, подружусь с девочкой или нет. Молодые были, молодые. Так и здесь, вот, как мальчик, да, вот, получится у меня это или нет, ответит мне рынок взаимностью. Вот, и третье, это для тех, кто тебя окружает. Вот три эти компонента, и тебя двигают вперед. И ответственность, и мечта, вот. Вот, ну, эти три мотиватора для меня самые важные. Вот эти три кита. Три кита, это рынок, клиенты, да, 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 это я сам, и те люди, которые вокруг меня. Что важнее, не знаю. Иногда это, иногда другая. А вот давай сейчас посчитаем, сколько же сейчас лет получается компании? 89-й год. Идем, идем, идем уже в 30 лет, да. В 30 лет, ну, скажем так, нехило, да? Да, вот так вот, серьезно. Ну, статисты говорят, что 90% компаний умирает в течение 10 лет, поэтому мы так какую-то первую черту переводили. Ну, вы сразу сделали ставку, это должна быть мебель, да? Тут вот какая история, мы, во время вот этой революции, да, перехода СССР в Россию, в рыночную экономику, возможностей было много. Часть были замешаны чисто на деньгах, вот, потому что, ну, рынок становился, а часть на, условно, создание ценностей услуг или, там, продуктов. И можно было заниматься многим. Почему мы остановились на мебели, именно, пробуя 12, помню, направлений, которыми занимались. 12 аж попробовали? Да, да, мы 12 примерно пробовали. И в торговле, и в производстве пластика, и в производстве электронасосов, и машинами. То есть, пусть кто был, был здоров. Второе, остановились на мебели, почему? Первое, это производство. Все-таки мы из химзавода, промышленный город, ну, мы вообще не мыслим, бизнес какой, который ты не делаешь руками. Да не в плане, что торговля или услуги хуже, просто вот мы такие. Вот, то есть, заложили нас в это, надо что-то производить. Второй момент, это клиент. Клиент, как мы называем, B2C. Ну, условно, конечный клиент, частник. Для меня это более важнее, чем поставлять что-то там корпорациям, да, и предприятиям. Более интересно. Вот, и третье, мебель, все-таки это творчество. А не просто продажа, ну, не знаю, каких-то стандартных изделий, которых нет души. А здесь надо творить, создавать, дизайн, разные свойства. Мы называем наши бренды в персональном характере. Они для нас живые. Интересно, вы для истории сохранили какой-нибудь свой первый диван? Конечно. Может, уже пора музея? Серьезно, да, я попала в точку? Да, здесь беда-то какая. Борьба между прошлым и будущим. То есть, словно говоря, иногда мы садимся и говорим, ну, слушай, надо же, музей уже, вот он прописан, и место определили. А будущее по-прежнему тащит вперед. Да, будущее-то вдрагиваем иногда, бывает. Да, и музей будет, конечно, да, он как бы описан в наших головах, даже место есть. И, безусловно, мы знаем, где эти диваны, часть хранятся и на складе. Это интересно, но я пока все-таки тащу компанию в будущее, поэтому не до музея. Ну, так чего, заглянем немножко в будущее, да, сегодняшний день заглянем в будущее. Вот в будущее-то, конечно, не знаю, тут можно погадать еще, как будет. Но как-то вот я не чувствую, что у тебя настроение такое, ну, что ли, осторожное, вот, какой-то страхи, хотя все про этот кризис говорят, сдрагивают от курса валют, там, что происходит с нефтью. Ну, есть такие ощущения, что вот так вот... Да, кстати, вы крупный бизнес или средний? Как вы себя позиционируете сейчас? Ну, как сказать, в мебели самая крупная компания России. Значит, крупный бизнес. Да, в мебели. А если сравнивать, там, с химзоводом, то средний. Ну, будем свое, да, направление брать. Вот как оно сегодня, ощущение сегодняшнего дня, будущее-то высвечивается, сделано немало, протопано немало? Здесь, как у любого нормального человека, нет, как бы, одинакового состояния. То есть бывают периоды, когда это очень расстраивает и раздражает, но хотелось бы уже какого-то спокойствия, шлифовать процессы, там, ну, и так далее, заниматься. Такой нам только снится. Да, да, да. Вот такими вещами, как бы, фундаментальными, что ли. Вот. Другой период наступает, что мы прекрасно понимаем, что компания сделала себя именно во время кризиса. То есть, есть у нас одно правило, оно там, ну, нельзя в эфире говорить, против ветра называется, не делай. Вот. Вот надо делать против ветра, на наш взгляд. Именно, когда случаются катаклизмы, открываются огромные возможности. Ну, по понятной причине. То есть, кризис бодрит? Он не бодрит, он, если вы на него смотрите не на как беду, а как на возможность, что в это время можно что-то новое найти и укрепиться, то вы в это время побеждаете. Вот. Три кризиса, которые мы пережили, дали компании огромные рывки вперед. Ну, что и сейчас тоже происходит. И сначала меня это все расстроило, но там замешано не только ко мне. Я понимал, что компания выиграет от кризиса. Меня расстраивало, что россияне, ну, все равно же это, как бы, вот, не только компания, но и люди, их доходы там, ну, переживут тяжелые времена. Надо иметь что-то в кармане, чтобы, да, вот. Да, понимал, что сотрудники наши пострадают от этих вещей, и что тяжелый психологический период будет год-полтора. И это, конечно, не может радовать этого нормального человека. А с точки зрения, конечно, предпринимательства, развития, огромных возможностей, которые кризис нам сейчас дает, ну, это, условно, как человека возможностного, это не может не радовать. И поэтому здесь всегда вот такое и не я, и не я. Ну, то есть вот коллективу своим, вот, ребятам, вот я уж так скажу, да, попросту, у вас все равно компания, наверное, там уже люди, которые годами работают. Вы говорите, ребят, пока непросто. Надо так немножко, ну, собраться, да, не поменьше жаровать ради будущего. Да, да, да. Здесь ведь какая вещь. Когда случается кризис, то в бизнесе три пути. Чего три? Это точно. Сейчас напишем, да, дорогу куда шагать. Да, ну, это все знают, я не думаю, что кто-то будет удивлен, это банальная вещь. Первое, взять и закрыться. Ну, вообще, уйти куда-то или подождать. Второе, это резко сократиться, чтобы не разориться. То есть сократить людей, зарплаты, мощности, еще что-то, пережить это время. Могу, слово оптимизация. Оптимизация, да. Это 90% компаний вынуждены идти по этому пути. По какому пути идете вы? Это третий путь? Это третий путь, да. То есть мы готовились к кризису давно, всю жизнь. Потому что третий кризис, уже волна там. К этому два года. И поэтому наша главная задача не только реализовать новые идеи во время кризиса, но сохранить всех людей доедино. То есть ощущение того, что жирок всегда надо иметь на трудные времена, это всегда с вами? Ну да, но это даже не жирок. Когда ты понимаешь, что ты отвечаешь за этих людей, ну, очень было просто нам с Игорем взять и 30% сократить. Игорь, Игорь Израиль. Игорь, да. Вице-президент. Да, 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 мой друг. А другой вопрос развиваться, сократив, а потом их назад принять. Это такая задачка посложнее. Но самая сложная задачка, что развиваться, когда не хватает средств, когда ты и убытки терпишь, и потери. И все-таки сохранить большинство людей. Причем желательно не трогая их зарплату. Она и так пострадала. Зарплата сегодня у нас, ну, как бы немножко страдают топ-менеджеры и акционеры, в зависимости от результата. А людям, это и продавцам, и рабочим, мы выплачиваем ту же зарплату, что и до кризиса. Понятно, что ее надо поднимать, но здесь уже надо потерпеть, как вы говорите, иначе не получится. Не сразу. Ты не знаешь, какой вопрос? Международный проект, да, вот МЗ-5 групп. Кстати, вот название менялось так вот, да, вот частенько, поэтому надо, наверное, людям все-таки напоминать об этом. Это было чем-то вызвано, чтобы... Ну, конечно. Как раз кризисами и было вызвано. То есть была компания, у которой была одна торговая марка НЦ-5. Случился кризис. И в этот кризис много компаний итальянских ушло с рынка. И все наши конкуренты российские по время кризиса идут на снижение цены, идут вниз. Ну, в сегмент другой, ниже. Ну, естественно, да, люди победнели, куда же еще идти. А мы решили идти вверх. И создали с итальянцами дорогой бренд. Потом подключили к нему немцев. И родился бренд мебель и время, мебель и цель. И появилась новая марка. Это вот как раз был кризис, когда пошли другие... Против течения, что называется. И мы заняли свое место. И вот он сейчас самый сильный бренд в этом сегменте. Сейчас он уже даже не премиум сегмент, а лакшери. Очень дорогой. Самый дорогой продукт в России. Вот. Ну, очень успешный. Это была правильно сделана ставка? Да, конечно. И она себя оправдала, потому что, ну, вот, если взять конкуренты, там, следующий за нами идет, это лянец, ну, он там отстает от нас в 10 раз по продаже. Ну, он и в кризисе сейчас успешен. Вот. И он дальше развивается. Это уже не один бренд мебель и цель. Восемь брендов нас хоть приятно? Нет, нет, нет. Уже даже больше? Это в элитном сегменте. Мебель и цель превратился в галерею мебель и цель, где четыре международных бренда. Это немецкий Генау, итальянский Индизайн, там еще часть компаний, наш мебель и цель. То есть, это уже целая семья. Но она там, в дорогом. А есть еще и средняя, а есть еще и... Нам-то попроще. Да, да, да. Знакомо, что там Формула Дивана, кажется, Формула Дивана Экспресс. Второй бренд, который шел рука об руку, хотя он чуть позже родился, это Формула Дивана. Это был один бренд, тоже успешный, тоже один из лидеров рынка. А сейчас он превратился в целое семейство брендов. Сейчас этих брендов четыре. Это и Формула Дивана, и Фан Диван, и Дивангер, и Дивана Экспресс. Вот получается восемь. То есть, одни работают в элитном сегменте, а другие работают в среднем... Элитный это Европа? Элитный сегмент это, ну... Ориентированный? Нет, мы еще пока в эту сторону, на другие рынки, не торопимся идти. Пробуем их, потому что это другие компетенции и другие ресурсы. Если бы кризиса не случилось, то, скорее всего, два бренда бы сегодня наши уже продавались бы в Германии и в Европе. Но так как кризис случился, у нас возможности здесь открылись. Ну, пока эти проекты, заход в Европу, да, с продажами... То есть, заходы-то в Европу еще пока не случилось? Я почему-то была убеждена, что вы уже там лихо шагаете. Нет, нет, мы там лихо не шагаем, здесь я не собираюсь, условно говоря, выдавать действительность там... Заживаемое? Заживаемое, да. Хотя неплохо, не знаю. Мы собирались уже выставляться на крупнейших выставках в Германии и в Италии, но сейчас это тормознули, потому что это бы глупо. Надо разобраться с делами здесь, на любимом рынке, где мы сильны, реструктуризироваться. В перспективе, да. Ребята просятся, говорят, бренд готов, причем два готовых бренда, чисто европейские, они и производятся в Германии, эти бренды. Вот там сделаны, там и студия у нас есть, и фирма, и так далее, и так далее. Но, здравый смысл подсказывает, что давайте два годика переждем. А там работают наши ребята или... Нет, немцы, конечно. Немцы работают. Они и здесь работали, у нас очень долго, и много их было, потом проект мы здесь доделали, а там, конечно, немцы и производят, и студия там немецкая. Ну вот немцы, Италия, Россия, да, вот основное партнерство такое, как распределение какое-то существует, да, вот хочется понять. Ну что, здесь у нас производство, Чапецк все-таки основное производство? Да, конечно, основное производство здесь. То есть для жизни города, по-прежнему Чапецк, столица, да, вот МЗ-5 групп. Даже не мыслиться как-то нам предлагали, и там, часть производства разместить в других местах, или в каких-нибудь там, более налоговоугодных, в Казахстанах, мы не мыслим это. То есть Чапецк – это огромный кластер, там несколько фабрик и конечных, и вспомогательных. Ну, целый такой индустриальный мебельный центр создан вокруг нас и внутри нас. И там производится все, и каркасы, и мягкие элементы, и ткани шьются, и мебель собираются. Немцы, их ниша? Немцы здесь управляли производством, но когда наши ребятки выросли до их уровня, то в Германии сейчас это студия элитного продукта небольших партий и студия создания дизайнов и разработок. Вот немецкая. Италия? Италия – это совместное производство. Часть деталей и готовых изделий делают итальянцы, часть мы здесь делаем. Совместный такой проект. Там тоже дизайн, студии, технологии, которых у нас нет. Мы делаем ту часть, которую делаем там лучше или дешевле. Андрей, а вот чтобы так вот размахнуться пошире, это такое международное сотрудничество просто необходимо было? Это был такой просчитанный шаг, да? Да, если идти узкой тропкой, то это может и не нужно. Ну, там, опыт взял и все. Если строить мультибрендовую компанию, причем высокого класса и с точки зрения дизайна и потребительских всех ценностей, то без этого никак. Ну, международный опыт, да, или кировчеркетский опыт. Понятное дело. Ну, и вот как-то тут повезло, да, какая-то встреча, не знаю, что это такое, что за поворот. Что сотрудничество самое главное. Если есть человек, который умнее меня или сильнее в чем-то, надо обязательно с ним сотрудничать. Либо он в компанию приходит, либо просто мы сотрудничаем. Точно так же и между компаниями. Есть компании сильнее, дольше на рынке, с большим опытом, обязательно у нас сотрудничать. Иначе ты 200 лет больше их догоняешь. А это была случайная какая-то встреча? Или это было такое? Долго бились, не знаю, в какие-то врата? Была история, что мы там первую поездку в Италию с Игорем сделали в Сицилию. Неплохой выбор. Да, почему мы считали Италия, Италия. И вот контакты начались оттуда. Потом мы уже там со смехом узнали, что в Сицилии никто не работает. И мы встречались с одним из крестных парцов. Ух ты, вот она какая! Для музея истории у вас вообще предостаточно. Конечно. У нас даже была попытка с ними СП создать. Ну вы что? Да, потом мы снова поехали в Италию и нашли своих партнеров. Таких попыток было штук пять. А потом нашли тех, кто нужно. И началось это развитие по итальянской линии. Потом также по немецкой, с лучшей фабрикой Европы, я считаю, роль в Бансон, как Мерседес. И мы туда ездили, ездили, опыт изучали. А потом говорим, давайте сотрудничать. А потом я переменил, переманил сюда их вице-президента. Интересно. Я работал в Москве пять лет. Тут, наверное, тоже есть история. Ну, такие истории. Просто думаю, как же в Сицилии вятских парней таких наглых встретили. Надо было, да, постараться. Да, конечно. Это отдельная тема. Это отдельная тема. Продолжен. Ну, я хочу напомнить, что сегодня гость программы «Крупный план». Президент компании «МЗ-5 Групп». Это международный производственный холдинг, специализация которого мебель европейского высшего качества. Андрей Сидоров. Андрей, ну вот, честно скажу, только души чертовски приятны. Тебе видеть, я уже сказала, что действительно вспоминаешь свою боевую молодость. И думаю, как же мы тогда в вас тоже верили. И хорошо, что у многих получилось. Но ведь у многих не получилось, как у вас. Ну, в смысле таком прагматичном, да. Но я знаете, как на это смотрю? Наверное, у них получилось все-таки. У каждого свое, да. У каждого свое, да. Главное, чтобы они были, условно говоря, счастливы и не сравнивались. Ненавижу, когда сравнивают объемы предприятия с предприятиями или должности человека. Ну, я знаю многих людей, которые счастливы больше, чем я или тот же Игорь. Будучи там просто... Счастье – это не только мягкий диван, да? Да, конечно. Это не масштаб. Счастье не масштаб. Но все-таки был тот момент в жизни, когда вы почувствовали, вот, ну вот, можем, могем, да, вот, могем, вот, ну, так вот, попросту скажем. Вот я сравнивал мальчика-девочка, да, да, когда вы понравилась девочка и вам хочется с ней потанцевать, вы боитесь, что она откажет в танце, да? И есть такой период. Ну, конечно, есть период, когда у большинства мальчиков, ну, вот эти сомнения, что, ну, мальчик ли я, мужчина ли я, смогу ли семью. Это нормально, да, ведь вообще? Ну, тут семья-то вон какая. В бизнесе то же самое. То есть есть период, когда ты, это тебя и двигает, блин, замахнулись на такую фабрику, взяли кредитов, там, наобещали людям, а вдруг не получится. И ты в этих сомнениях, ну, какой-то период находишься. Иногда достаточно долго, потому что следующий период, новый замах, потом снова, и тебя это преследует. Скажу честно, последнее время, то ли это из-за возраста, то ли это из-за опыта положительного, ну, у меня нет такого беспокойства, что не получится. Все равно бывает, что, ой, замахнулся, ведь надо было оптимизироваться, а я что делаю? И так все смотрят, скажут, слушай, а если не получится, мы уже крякнем. Это уже называется опыт. Ну, да, здесь какой-то опыт есть, да, и поэтому сейчас это чувство, ну, как бы, страха здорового, оно во мне меньше. Иногда бывает, утром проснусь и говорю, побежал работать, иначе что-нибудь свалится. И надо сделать сегодня два дела. Кто свалится? Да, курс рубля. Ну, курс – это уже дело привычное. Этим не напугаешь, да, нас не возьмешь? Да, нет, нет, это… Ну, про кризис я два слова могу сказать, если есть там немножко. Некоторые, большинство, наверное, смотрят на кризис, как на кризис. На самом деле это не кризис, я сейчас убеждаю всех своих сотрудников, это новая реальность. Что такое кризис? Кризис – это когда что-то провалилось, а потом поднялось, буквально через полгода. По крайней мере, надеемся, еще как-то так. Да, я считаю и убеждаю всех вопрос, ну, чтобы не расстраиваться, относитесь к этому, что вот такая она и будет жизнь. И будет нефть колебаться, и рук будет колебаться, и мы к этому привыкнем. Ну, и потом будем считать, что это так оно и есть, слава богу, что мы родились, что живем в солнце. Что есть такой город Кирово-Чапецк? Это ведь вопрос взгляда и привычки. Я не верю, что мы способны так быстро подняться, как в 2008 году, когда была V-образная загогулина по кризису. То есть упали, через полгодика все начало расти. Сейчас гораздо сложнее. Но это так здорово, потому что, если мы не отскочим, мы начнем работать в тех направлениях, жизнь заставят, которые раньше не видели. Развитие передела промышленности, а не просто сырья. Развитие новых компетенций, более конкурентоспособные россияне должны станет их фабрики. А если отскочим, то заниматься этим не будет. Если на вашей груши доллар растут, назовем грушу нефть, то вы не будете садить какую-то культуру, которую надо возделывать. Очень сложно. Картошка. Да, да, да. Картошку в среднем будет. Тогда будет картошка, да. Поэтому это придется, и поэтому расстраиваться не надо, несмотря что и доходы и прочее. Ну, не ждать, что завтра вот нефть 100, и курс вернется, и мы опять будем более благоприятны. Говорил, что не читатели, а сейчас такой реалист. Вот уже такой, да? Я здесь мечтаю уже за Россию, потому что если россияне попадают в длительный период в сложное время, они начинают работать как никто. Это не мое заявление, а итальянцев и немцев, которые у нас здесь отработали. Грусткий характер. Да. А если россияне не видят этих рисков, нет войны, нефть дорогая, зарплаты почему-то растут, там все хорошо, ну, он тогда на печке и будет лежать. Вот. Поэтому для нас это огромный шанс. Да, это больно, и мы много чего там потеряем на каком-то периоде, но это единственный вариант сделать страну другой. Ну, а вот сейчас во всем многообразии ваших брендов, вы все-таки делаете ставку, у меня аж как обывательский, вот со стороны тоже вопрос интересует, на более демократичное направление. Точно. Вот. Раньше я был увлечен дорогим направлением, чтобы показать этим итальянцам и немцам, что мы круче. Да, да, да. Сейчас этот бренд развивается, я уже не сильно, например, в него вмешиваюсь, там ребята профессионалы управляют. Он, конечно, важен, но доля этого населения в России, там полпроцента, один процент, ну, понятно. Тем более, вот сейчас, когда рынок упал, и, конечно, нас увлекают сейчас демократичные бренды. То есть формула дивана, полный вперед. Формула дивана, фондиван, экспресс. Вот мы сейчас вывели, ну, целое семейство этих брендов, и вот уже, мне кажется, и кировчанам будет очень приятно. А милости просим в нашем магазине. Прорекламировал-то, извини. Ну, юношка, ладно, разрешаю, чуть-чуть. Да все знают, в общем-то, марка известная. Им будет интересно, потому что некоторые, может, нас и не слышали почему-то, а кто слышал, считал, что мы делаем только формулу дивана или мебель, он сайт, дорогую мебель. Сейчас там много предложений, причем... Но цены тоже вздрогнем, скажи уж откровенно. Цены нет, цены держим прошлого года. Как это получается, я даже не знаю. Убытки немножко терпим, другого выхода нет. Надо цены, ну, условно, даже снижать, несмотря на то, что растут комплектующие и доллар. У нас же валютные все, покровные материалы. Я вот к тому и клоню. А вот я и говорю, что, когда я говорил про россиян, что когда тебя прижмет надолго, то ты начинаешь искать возможности. Причем в нашей компании почему сложно? Мы же не можем сменить технологию. Она заложена немцами и контролируется немцами каждый год, потому что мы входим в ассоциацию немецких производителей качественными. Они приезжают и там трясут, из чего вы делаете, какая экология, иначе снимут сертификат. Мы это себе позволить не можем. И поэтому мы сейчас учимся... Извини, сертификат качества, Golden M, это что-то вот, да, единственное... Вы имеете такая компания... Да, этот сертификат имеет несколько ограниченное количество компаний в Германии. Вот, по-моему, две в Астрии, несколько в Италии, и мы единственное в Восточной Европе. Но чтобы его получить, а потом каждый год подтверждать, ну не знаю, не рекомендую. Это очень тяжело, правда? Ну конечно, это же, ну не знаю, это не купишь или просто там... Но мы не жалеем, потому что, ну, за счет этого стремления получить сертификацию международную... А сейчас мы еще получили международный сертификат экологии, тоже немецкий, будет такое зеленое яблоко, мы право будем иметь. Это такая штучка. Но, когда вы идете по пути сертификата, все ваши материалы высококачественные, а значит, не дешевые. И чтобы делать мебель качественную, но в дешевых сегментах, это надо... У нас очень долго не получалось. Ну как? Или надо делать некачественную мебель и дешевую, либо высококачественную и дорогую. Логично? Логично. Логично. А как сделать высококачественную мебель и недорогую, это вообще фантастическая задача. И вот она у нас начала получаться. Ну, это стиль, почерк компании МЗ-5 Групп. Время закончилось еще, что я могу сказать? А я еще и спросила, там, про моду хотелось, насыщенность мебельного рыбка. Давай договоримся. Придется еще раз встретиться. До следующей встречи договоримся, да? Да, хорошо. Спасибо большое. Это был Андрей Сидоров, президент компании МЗ-5 Групп. Ну, я вот не побоюсь сказать, наверное, мой старый хороший знакомый, большой друг. Нет, большой друг я, наверное, погорячу. Мы встречаемся нечасто. Ну, время еще есть. Ну, просто время у нас есть. Договоримся о новой встрече. Очень рада буду видеть, потому что вопросов масса. Спасибо большое. Я очень рад этой встрече. И хочу поблагодарить и тебя, Таня, и весь ваш коллектив замечательный. Ну, и чтобы больше огонька у нас в жизни было, да, все наладится. Ну, а Сидоров с огоньком у него все в порядке. Это я точно говорю. Спасибо. До свидания. До следующей встречи. До свидания. Спасибо. До свидания. Продолжение следует...